Ещё три квартиры получили вдовы с детьми, чьи мужья и отцы погибли в ходе спецоперации на Украине. Губернатор Олег Кожемяка вручил ключи и пообщался с родными павших героев. Благоустроенные трёшки семьи военных получили в новых домах на Снеговой паде. Квартиры полностью готовы для заселения. Как отметил глава региона, они предоставлены согласно Краевому закону. Вам огромное спасибо за воспитание детей, за ту помощь и поддержку, которую вы оказываете нам, за ту помощь и поддержку, которую вы оказываете своим мужьям, которые проявили героизм и мужество во время проведения специальной военной операции. Сами послужили примером для всех наших подразделений, для ребят. Мы о них помним. Ну и наша задача, чтобы дети тоже воспитывались на примере, чтобы понимали, что все сделали, чтобы у них было детство, мирное небо над головой, с тем, чтобы не допускать здесь нацизма на нашей территории. Поэтому они там отдали свои жизни за будущее своих детей. Мы со своей стороны будем обеспечивать их поддержку, пока они станут уже самостоятельными парнями, с тем, чтобы выбрали сам свою жизнь. Поэтому разрешите, я вам вручил ключи с особой благодарностью. Губернатор также отметил, что дети павших отцов пользуются рядом льгот, среди которых бесплатное питание в школе, ежемесячная выплата от 3,5 до 5 тысяч рублей, посещение культурных мероприятий по Арсеньевской карте. Всего в Приморье квартиры получили 18 семей погибших участников СВО.